Вопрос Артёма Неньку. Есть ли у вас друзья из детства, с которыми вы сохранили дружбу до этого момента? Бывают ситуации, когда вы близки с человеком с самого рождения, как будто вы брат и сестра, и многие годы из прошлого у вас общие. Затем вы разъезжаетесь, но через несколько лет снова встречаетесь. И человек сперва с вами общается, но потом начинает терять, избегать общения. Бывало ли у вас такое? И если да, то как вы поступали в такой ситуации? Ну, на самом деле у меня практически сейчас тех друзей из детства, которые были, не осталось. То есть я не общаюсь. И были попытки ВКонтакте, на меня выходили люди. Но мы настолько стали разными, и я понимаю, что я не принадлежу уже, может быть, к сожалению, кругу этих людей. Потому что там, допустим, какая-то моя подруга вышла замуж за военного. Вот они всю жизнь там городки, стабильная хорошая жизнь, пыжиковые шапки, норковые воротники, машины. Ну, о чем я буду говорить с этими людьми? Ну как, я их всех очень люблю, я помню наше детство, все, но это совершенно уже чужие люди. И я помню прекрасно, как один раз у нас была встреча выпускников, вот, закончили школу, да, и я пришла уже в джинсовой куртке, уже значок «НОМ НАТО». Вот, и я себя чувствовала, ну, как вот, ну, я не знаю, как леса в курятнике. Потому что сидят люди, они о чем-то говорят там, а я не понимаю, о чем они говорят. Я начинаю о чем-то о своем, а они на меня смотрят, как и пишут. И я думаю, давайте мы оставим все так вот, как есть. Я другая, иная, скажем так. Вот, вы такие ребята, я вас люблю, все. Переписывалась я там с несколькими однокурсниками из института тоже. Ну, как-то это все быстро сошло, но нет. Потому что нет точек соприкосновения. Встречаться я не хочу, почему? Время идет, мы все стареем. И вот эти вот встречи однокурсников, там, одноклассников, ну, ты его помнишь, там, какого-то парня, да? И только приходит какой-то такой лысенький, такой, и не сразу узнаешь. Я считаю, что лучше пусть остается в памяти вот то, что было у нас, да? Как вот мы друг друга представляем на школьных снимках. Я тут недавно нашла, кстати, интересный снимок такой, надо будет найти, как-нибудь показать, где мы что-то слушаем, там нам объясняют на радиозаводе, на Багратионовской, у нас же практика там была. Мы паяли, там, лудили, там, вот это все. Вот, я там со своей подружкой стою, и наши ребята, какой-то девятый класс, по-моему. Вот, давайте мы будем помнить вот так, как есть, да? А что уже, как, ну, разные жизни у всех, о чем говорить не знаю. Так что вот так, я думаю, что в данном случае, вот как я поступаю в такой ситуации, я просто ухожу в сторону. Если люди там общаются, то хорошо. Вот, ну, вроде тут за жизнь, за общую все у нас. Давайте перейдем к творчеству. О, да. Можете ли вы вспомнить свое самое необычное знакомство, которое впоследствии вылилось в творческий союз? Я не знаю, как насчет творческого союза, но, опять же, сейчас Александр Борисович будет ликать. Вот, наша с ним встреча давным-давно на Сейшине, когда это еще было триолос-панчус, определила всю мою дальнейшую жизнь. Пусть вот вышел Градский, молодой, худой-худой, в своих очках, в драном свитере, в каких-то жутких клешах, протертых на колени, как спел за хаосом Зои Райзинг сам. Все. И для меня вся дальнейшая жизнь была определена. То есть Александр Борисович, он не только способствовал созданию нашей семьи Пушкина-Столыпина, Столыпин и вот появлению дочери Зои Столыпиной, но и вообще определил мою жизнь. Спасибо, Александр Борисович. Да уж. Маргарита Анатольевна, золотыми временами для отечественной рок-музыки принято считать 80-е годы. Согласны ли вы с этим? Или же для вас ближе по духу 70-е, когда рок-движение в Союзе еще только зарождалось, музыканты находились в поиске себя, собственного звучания, полноценных студийных записей советских рокеров, как таковых, еще и не было, а наиболее эффективным способом донесения до публики было сарафанное радио и полулегальные сейшины? Вот сарафанное радио – это прекрасно, это лучше, чем интернет, это точно совершенно. Меньше хамства. Я не знаю, я довольна той эпохой, в которой я живу. Я люблю 70-е годы, это было очень интересно. Конец 60-х было вообще, это что-то было феерическое, бит-группы. То есть я все эти этапы прожила. Конец 60-х, 70-е – это для меня вот высокосное лето, автограф, как бы замечательно, да, рок-ателли. В 80-е – это вот рассвет от рок, вот это вот все, да, там, ну, потом раз, а потом вдруг а, а потом вот это вот все. Ну, в 90-е тоже было неплохо, хотя тяжело. Но самое главное – не изменяй себе. Да и сейчас тоже интересно. То есть конкретно какую-то эпоху вы бы не стали выделить? Нет, ну как, интересно эпоху, вот как ты сказал, эпоху становления. Конечно, интересно, как это все зарождается. Масса бурлит, да, иные вылезают. Вот это все там ростки нехорошие, там, вот это все. Это, конечно, очень интересно. Ну и теперь смотришь, как иные подыхают, как росточки отваливаются, как, ну, появляется что-то новое. Нравится ли вам это что-то новое? Интересно. Мне нравится. Там лет через 10 уже видно будет, да? А лет через 10 будет другое новое. Доживем мы до этого или не доживем, я не знаю. Но будет другое новое, если я, допустим, доживу и буду еще не в маразм, то это будет интересно. Я за любой хипиш вообще, чтобы что-то бурлило, вот эта масса, да, вот это вот, я не знаю, как это назвать. Это у Стивена Кингель всегда там что-то бурлит и что-то вылезает. Вот. И что-нибудь интересное вылезет. На сайте Маргента.ру представлено несколько рисунков вашего авторства, в том числе к сборнику стихов вашему самому первому, заживо погребенные в руки. Там присутствует карандашная техника, шариковые ручки, акварель. Какая из техник ближе лично вам? Анатолий, ну ты прямо говоришь, как будто я какой-то художник. Я рисовать не умею. Это все было под настроение. Вот можно в это верить, можно в это не верить. Вот мне надо, родилась мысль нарисовать иллюстрации. Ну смешно сказать. Да, вот что-то открылось. Какой-то канал открылся. Вот ящерица, которая там нарисована. Надо, высунув язык, тоненьким перышком, черной тушью, сидеть это все вырисовать. Паутину я нарисовать не могла. Там уже такие как бы булавочки вовнутые на обложке. Куда-то я эту книжку засунула. И там как бы паутинка. Паутинку рисовал скрипником. А он художник, он прекрасно рисует. Еще кое-чего мне там помог. Вася Гаврилов помог. То есть, ну как вот, канал открылся. Потом все это закрылось. Я что-то пыталась нарисовать, у меня вообще ничего не получалось. Тогда я решила рисовать масло. Не знаю техники. Меня вот эти вот мои сюрреалисты, ребята, знакомые со школы, они пытались меня вразумить, там какие-то книжки по технике давали. Но мне это неинтересно. Вот читать там вот как вот, когда вот в вязании, да, петля такая, петля такая. Ну как вот петли вот так, петли вот так вот. У меня несколько вот есть маслом написанных работ, скажем так. Но рисовать я не умею. То есть из меня, может быть, получился бы хороший абсоксионист. У вас там такие сюрреалистические образы. И как раз они использованы были в сборах. Моя любимая картина, это была нарисована как очередному дню рождения Армена Григоряна. Африканская тематика, там такие человечки такие, африканские, как будто из деревяшек вырезаны, да. Что-то там какой-то шляпа была, на которой было что-то написано «рунами». Африка, руны. А человечки так вот, и какие-то человечки еще падали с неба. Вот. И я везла в клуб, по-моему, 16 тонн тогда, отмечали у меня день рождения. Она еще не просохла, эта картина, как следует. Вот. И, значит, везла в машине, все время вдокол с носом. Сейчас у меня еще пятачок будет в масляной краске. И вот. Отдали все вручили. Говорю, Григоряна сказала, как классно, Армен, все хорошо. И повесил ее крепко ногами. Я говорю, Армен, ну вообще-то надо развернуть. И вот. Где-то она у него есть. А вот Армен Сергеевич, вы тоже так неплохо изобразили. Там, по-моему, на обложке у вас. Нет, внутри. Внутри. Констатация факта поэма, да. Очень узнаваемость. Ну, я рисовала с фотографией. Это я могу. А, ну вот, значит, уже... Нет, ну, это балл. Вот, а так интересно. Я мечтаю. У меня стоит огромный пакет с красками. Мне всеми дарят краски, холсты и эти самые картонки загрунтовые. И я мечтаю. Я даже знаю, что я нарисую. Но у меня руки не доходят. Может быть, когда-нибудь я чем-нибудь еще изображу. А помогают ли вам такие вот изображения, которые вы наносите на бумагу, продолжить строчку, допустим? Нет. Или какую-нибудь идею подкинуть? Это очень любил разрисовывать черновики дубинь. Но, к сожалению, отдали в музей рок-н-ролла и все это сгинуло. А вот там вот игра с огнем. Ой, там такие черти у него были замечательные. Это уже как бы... Вы наблюдали за рождением многих ответвлений в рок-музыке. Видели, как этот скелет поистапно обрастает плотью. Какова была ваша реакция на появившийся панк, хэви, трэш, дэд, блэк, альтернатива, гранж? Как легко вы воспринимаете что-то новое? Ну, если вы не поняли, что я демократичный человек, я очень легко все это воспринимаю. Панк, правда, я... Наш панк я как-то не очень понимаю. Вот для меня панк, ну... А есть у нас панк вообще? Ну, как его все позиционируют как панки. Я плохо в этом разбираюсь, но там, допустим, Clash, Sex Pistols для меня это все-таки панк. А вот АУ для вас панк или гражданская оборона? Нет, гражданская оборона я не могу сказать, что это панк. Свин, да, свин был панк. Объект насмешек. Да, но это уже как бы прошлое, да, вот сейчас я что-то не очень вижу. Вот все эти блокари, там, дэд, стрэш, спокойно совершенно я к этому отношусь. Но появляются отлично. Вам нравится? Я не могу сказать, что я была фанатом этих направлений. Мне интересно. Пощупать, посмотреть. Вот они так вот там рычат, пищат, там... Вот эти вот риффы гитарные, все. Ну, это классно. Значит, развитие-то все-таки идет. Как бы мы не ныли, не стонали, что ой, ничего нет. Да все есть, так надо приглядеться. И все, и не отвергать. Понимаете, вот сейчас, допустим, хип-хоп и рэп. Вот я не далее, как говорила там с одним... Ну, не буду называть конкретно, но пойму. Рэп – это ужасно. А почему это ужасно? Ну, это развитие определенное идет. Ну, нельзя быть эритроградами. Надо смотреть и принимать жизнь такой, как она есть, в развитии. Ну, да, это сейчас популярно, да? А почему? Ты задумывался, почему ты не очень стал популярен, а почему рэп более популярен? Делай выводы. Ну, выводы, кто не делает. Нет, там очень много социальных моментов в рэпе. Это соответствует как бы настроению молодого общества, скажем так. Рок в этом плане, вот то, что был в 80-м, да, социальный такой, он утратил. Ну, исключительно по субъективным причинам рокеры отказались как бы от этого. А рэп, он сейчас как бы на волне. Ну, всякие отношения, всякие отношения с реальностью. И чернушные, и не чернушные, и такие протестные, резкие. Но это все ушло в хип-хоп, и ворой. Значит, что надо делать? Надо делать, если ты хочешь заинтересовать молодежь, которая такая, ну, она как бы пока еще такая неустойчива психологически и политически, вот, значит, надо что-то делать для этого, чтобы тобой тоже интересовались. Не петь там лирические сплошные баллады о несчастной любви, ну, это вечная тема. А как-то что-то, в общем-то, реагировать на происходящее. А почему, вот вы думаете, сейчас есть какие-то рокеры? Ну, я так не вспомню конкретно, много названий. Ну, там электрические партизаны, там, за Вадима Курылева, ну, Монгол Шудан, как вот ветераны, они поют, казалось бы, вот о таких протестных вещах, там, про... Ну, а электрические партизаны, кстати, очень я слушаю. Ну, почему-то они воспринимаются не так агрессивно, как, ну, те же рэперы, допустим, которые... Ну, потому что рэп более модный. Модный, модное течение. Сначала реагируют на моду. Если послушать рэперов, они же не все такие уж прямо протестные, да? А у них столько гадостей и мразей, которые импонируют молодняку, вот этому, когда там ушлёпки такие вот. Электрические партизаны, я слушала их композиции, ну, очень, я там даже что-то... То ли я в группе у них там очень лаки стоял. Ну, вот я слушаю их, нет, они мне нравятся, я ничего против этой группы не имею, но я их не воспринимаю, как каких-то вот протестных таких ребят. Ну, не знаю. А что нужно для протестных? А вот я вот вас хотел спросить, почему вот все вот эти роки, ну, там, ну, кинчев взять, допустим, он вроде как в оппозиции... Ну, какая оппозиция? Его песни уже не такие хлёсткие, но я не скажу, что он исписался. Возраст! Ну, люди мудреют. Хлёсткие. Вот когда ты молодой, тебе хочется там куда-то на баррикады, вот хотелось, на баррикады со знаменем, да? Там Чегевара, там все, как пить, дадим там всем просраться, грубо говоря. Вот. А люди же мудреют, да? Обрастают благосостоянием, обрастают мясом. Уже косточки там были худые, живые, а сейчас уже так брюшко появилось, денюжки уже получили, кто-то там вот в бизнес чего-то вложил. Какой протест? А молодое поколение уже ушло в любую музыку, получается. Молодое, оно ещё тоже, оно ещё не обросло жирком, ещё не обросло мясом, да? Хочется пошуметь. Они идут к тем, кто шумят. И этим, кстати, очень хорошо те, кто шумят, пользуются. То есть надо немножко психологию ещё включить. Вот я просто знаю, что есть вопрос там, а не боитесь ли вы каких-то социальных тем? Есть же такой вопрос. Есть такой вопрос. Ну давай вот я на него сразу и отвечу. Что лично я не боюсь. Он так немного сформулирован. Не испытываете ли вы подсознательное опасение при написании песен с социально-политическим подтекстом? Не появляется ли желание сгладить углы или же наоборот хочется рубануть правдам матку по максимуму? Есть ли принципиальная разница между работой над такой тематикой в конце 80-х и сейчас? Я могу рубить, правда, матку, сколько мне хочется. Но это в своих проектах. Но если я с кем-то работаю, я же должна учитывать. То есть я могу рубануть, как вот было с гламурной птицей, когда все угорали над черновиками. Там где секс с троимом, там вот это всё. Но это было честно и от души, это действительно так. Вот эта вот вся вот номенклатурная вот эта вот вся вот верхушка, там богатеть, там что-то творится. Ну скажи ты про это вот. Ну нельзя про это говорить. Должен быть барс отступений. Должен быть... Ну это зависит ещё от психологии исполнителя, от его мировоззрения. А у себя в проекте это уже другое дело. Я могу говорить всё, что я хочу. У меня нет вот этого, как бы сказать... Вот я рада, допустим, что сейчас с Арии у нас был, во-первых, и «Чёрный квадрат» был. И на каких-то протестных митингах, кстати, его крутили. Я очень рада. Потому что всё равно ничего не происходит. Всё, что мы говорим, всё так и получается, как мы в песне говорим. Паранойя та же самая была. Всё то же самое. Бесы в душе моей. Всё то же самое, да? Подновили Христову лицо. Мне задают вопрос, а что значит подновили? Что? Возрождение религии, возрождение храма. Подновили лицо. Это в каком? Не в прямом смысле, что ему подновили лицо. А немножко по другим углом. Хоп, национальный день. Очень умные люди, очень умные кукловоды. Сейчас у нас убить дракона. Я с нетерпением жду этот клип. То, что я видела там по нелегальным источникам, скажем так. Это то, что надо. Почему нет? Почему урок-то должен вообще отходить от этой тематики? Я не понимаю. Когда вот начинается... Ой, ассоциация. Извините. А когда там выходит тот же самый Оксимирон, там Хаски, куча людей вот этих вот, да? Ну, Баса самый мирный из них. И начинает там лупить такое. Почему им можно, а нам нельзя? Совсем все обуржуазили, чтобы настолько, что вообще, я не знаю, там у всех яхты, самолеты. И не видят вот этого, того, что происходит вокруг. А по поводу митингов, вот у вас не возникает опасения, что, допустим, может случиться ситуация, как с Ляписом Трубецким, которые написали песню «Войны света», и вот она теперь как-то с не очень хорошими событиями ассоциируется, и их уже там чуть ли не русофобами признали. Ну, вот, «Черный квадрат» тот же самый. А что здесь русофобского? Да нет, нет. Это констатация факта, это наша жизнь. Бесконечный тоннель, стремление к свету в конце тоннеля. Ну, у вас не такая прямая лирика, как у Ляписа Трубецкого. Нет, у меня не очень. Ну, а зачем нам прямая лирика? Ну, если взять того же дракона, там, по-моему, все предельно ясно. Так это давно уже было ясно еще в фильме. Там же такие монологи вот о свободе. Слава Богу, сейчас вышла песня, и даже некоторые пишут, ой, а мои знакомые не знали, но они посмотрели и сказали, а как это-то было возможно? А это было возможно. Там же шикарные монологи про свободу, про дракона. 17 лет выбирался каждый раз по жизни. Вот все там есть. Этот несчастный ланселот, который нам тоже превратится в этот же дракон. У нас же тоже несколько вариантов было текста там. И про монцелота там был вариант. Ну, то есть, совсем близко как бы к этому фильму. Но в результате более конкретный мы сделали. Про опасения я, может быть, не совсем корректно сформулировал вопрос. Нет ли у вас опасения того, что вот ваши такие песни могут попасть в руки каких-то левых людей совершенно, которые не имеют отношения ни к Арии, ни к вам, и они будут использовать их в своих целях? Уже столько раз наши песни попадали в руки левых людей, что, а что бояться-то? Ну, эти попадут. Я не боюсь. Левые люди, они везде. Как я смеюсь, как у Кинга, это низкие люди в желтых плащах. Они везде. А это вы про какие песни говорите? Нет, ну, много чего там берут. Там то же самое я помню, как замыкая круг там трактовался, как наш несчастный антихрист трактовался. Понимаешь, ты попробуй отмажься от антихриста. Попробуй ты объясни, что ты не жираф, что ты взял классическое произведение литературы, да? А что? Это же была целая кампания против меня. Что-то там такие... Еще тогда вот, ну, с Украины еще до 2014 года в Харькове собирались списки, составлялись списки Ария, Пушкина, в храмах. Мне люди из Харьков писали, могли, да, только нас наружу. И когда я кому-то начинаю объяснять, что это вот, как бы... Ну, любой рокер, любой исполнитель, он артист. Как в театре. Да? Вот ты выходишь на сцену, вот человек играет в Мефистофеле, и что, его за это надо вешать, что ли? Фауст. Он играет, это в Мефистофеле. В Альбургиевую ночь, это что? Оскорбление чувств верующих? Это часть великого произведения. Такая тихость. Это приложение в рок от произведения Камьи. Но ты попробуй это, объясни тупым. Так что... А по поводу отличий в работе над такими песнями в 80-х и сейчас? Тогда было проще. Тогда было ощущение свободы. Почему такие песни-то появились? Ощущение свободы. Не было никаких статей, которые были потом введены. Вот. И вот был эффект вседозвольности. То есть свободы. Ты мог говорить все, обо всем, вот что тебе хотелось. Ты хотел про Антихриста, Хлабость сказал про Антихриста. Хотел там паранойя. Сказал так, сказал так, сказал не так. Вот это вот было действительно, ну пусть это будет немного некорректное слово, вседозвольность. Но мы балдели. Вот у меня есть стихотворение «Эйфория». Где мы балдели, мы теряли буквально сознание от эйфории, от кислорода. Вот ощущение, что мы получили кислород. А сейчас такого ощущения нет. Не знаю, там водород или что там. Или циклон Б. Поприжали. Краники поприжали. Ну вот, если взять того же Антихриста, написали вы его там в 90-х, получили клеймо на всю жизнь. Да. От людей, которые вообще с вами, с вашим творчеством, не очень знакомы. Получил, получил. А сейчас есть такая возможность? Если напишите что-нибудь, ну что-нибудь прям такое, совсем из ряда вон выходящее. И так же вот люди посмотрят, не знают. Ты знаешь, вот сейчас здесь есть один вопрос, поскольку мы так более-менее, все-таки давай не будем отрываться, по поводу такого интересного творческого объединения, как Пентаграмм. Вот Сонечка Смирнова, что Творческий центр Пентаграмма, выложили информацию о том, что вы написали для них текст. Отрывок записанной песни также был опубликован. Хотелось бы спросить у вас, как вам такое сотрудничество в целом, единократное, но или же есть надежда услышать от артистов Пентаграммы еще что-то из ваших творений. У меня просто привлекло название в первую очередь Пентаграмма, потому что, опять же, для многих людей Пентаграмма – это «во». А на самом деле это что? Это защитный знак Пентаграммы, да? Ну, знак, символ Соломона. Защитный. Человек. Ну, это же не обязательно. Ну, переверни тогда, да-да-да-да, тогда-то можно подумать. Это уже перевернутая Пентаграмма, это уже немножко другой проект по тексту. А тут защитная, как бы символика, это все нормально. Они попросили текст, причем очень странный был разговор с руководителем. Вот хотелось что-то вот такого. У меня был текст «Гефсиманский сад». Вот. Я писала под впечатлением Арии «Джизус Крайста». «Гефсиманский сад». Из рок-оперы «Джизус Крайста» «Простам». Вот там даже есть такая строчка, что вот эти три года, как все 30 лет, ну там, «Симс, айх, сэлт» и вот этот, да? Вот. На мой взгляд, очень интересный текст. И был он написан на одной из песен группы Арии на новый альбом. Причем сами музыканты выразили как бы желание, бы там вот напиши вот. Я написала вот. Именно как вот та Ария из моей любимой рок-оперы. Ну, не прошло. Там появились другие мысли, все. И тут у меня текст лежал, там я немножко что-то подкорректировала, все, но пропадал. А красивый. Но без музыки. И я отдала в пентаграмму. Но с условием, что если мне не понравится та музыка, которая будет придумана, этот текст не пойдет. На удивление Кирилл, руководитель, согласился. Говорит, да, мы понимаем. Брали для одного исполнителя. Там очень интересно есть белорусский молодой певец из Белоруссии. Написали что-то там, в общем, что-то подправили, этот мальчик спел. Я говорю, понимаешь, Кирилл, понимаете, не звучит, как ария человека, которому 33 года. Мальчик молоденький. Не хватает драматургии, не хватает вот этого. Я так устал, мой кефсиманский сад. Там вот именно состояние сомнения, когда он понимает, что все, что будет дальше, да, вот, и он ничего же не может с этим сделать. То есть все предопределено, все расписано, весь сценарий, весь готов, и ему деваться некуда, он будет распят. Вот это вот сомнение, вот эта боль, вот за что вот это все, да, ну, такой интересный текст. Вот. Исполнил другой артист, этой пентаграммы. Сначала немножко эстрадно, ну, это мы договорились с этим, с Кириллом, что они еще поработают, а потом там, ну, конечно, музыка, это не выбор, это понятно. Вот. Но красиво. И будет ли дальше сотрудничество, я не знаю. Мысли есть. Допустим, про Люцифера написать. Ну, не Эра Люцифера, нет. А сын Зарий именно. Ну, я пока не знаю, как это тема. Это очень сложная тема. Боюсь, что а грибу пополню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...